Яков Она сказала, вот служанка моя, Валва, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы я имела детей от нее. И дала она Валву служанту свою, жену ему, и вошел к ней Яков. Вала служанка Рахилина зачала и родила Якову сына. И сказала Рахиль, судил мне Бог, и услышал голос мой, и дал мне сына, посему нарекла ему имя Дан. И еще зачала и родила Валва служанка Рахилина другого сына Якову. И сказала Рахиль, борьбой сильной боролась я, с сестрой моею, и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим. И увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою, зелфу, и дала ее Якову в жену, и он вошел к ней. И зелфа служанка Лина зачала и родила Якову сына, и сказала Лия, прибавилась и нарекла ему имя Гад. И еще зачала селфа служанка Ли, и родила другого сына Якову, и сказала Лия, к благу моему. И в облаженную будут называть меня женщины, и нарекла ему имя Асир. Рувим пошел во время жатвы пшеницы, и нашел Мандрагоровые яблоки в поле, и принес их Лии, матери своей. И Рахиль сказала Лии, сестре своей, дай мне Мандрагоров сына твоего. Но Лия сказала ей, неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься, и Мандрагоров сына моего. Рахиль сказала, так пусть он ляжет с тобою эту ночь за Мандрагора и сына твоего. И Яков пришел с поля вечером, и Лия вошла ему навстречу и сказала, пойди-ка мне сегодня. И услышал Бог Лию, и она зачала и родила Исаака у пятого сына. И сказала Лия, Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку мою мужу моему. И нарекла ему имя Иссахар, что значит возмездие. И еще зачала Лия, и родила Исаака у шестого сына. И сказала Лия, Бог дал мне прекрасный дат. Теперь будет жить у меня муж мой, ибо я родила ему шесть сынов. И нарекла ему имя Завлон. Потом родила дочь, и нарекла имя Дина. И вспомнил Бог Арахиме, и услышал ее Бог. И отмер всю трубу ее, она зачала и родила Исаака у сына. И сказала Рахиме, снял Бог позор мой. И нарекла ему имя Иосиф, сказав, Господь даст мне и другого сына. После того, как Рафиль родила Иосифа, Яков сказал Лавану, отпусти меня, и пойду я в свое место и в свою землю. Отдай мне жен моих и детей моих, за которых я служил тебе. И я пойду, ибо ты знаешь службу мою, которую я служил тебе. И сказал ему Лавану, ой, если бы ты нашел благоволение перед очами твоими. Я примечаю, что за тебя Господь благословил меня. И сказал назнать себе награду от меня, и я дам тебе. И сказал ему, Яков, ты знаешь, как я служил тебе. И каков стал скот твой при мне, ибо мало было у тебя до меня. И стало много, Господь благословил тебя с приходом моим. Когда же я буду работать до своего дома? И сказал ему Лавану, что дать тебе. И яков сказал ему, не давай мне ничего. Если только сделаешь мне, что я скажу, То я опять буду пасти истеречь овец твоих. Я пойду сегодня по всему стаду овец твоих. Отдели от него всякий скот с крапинами и с пятнами. Всякую скотину черную из овец. Также с пятнами и с крапинами и с кос. Такой скот будет наградой мне и будет мой. И будет говорить за меня пред тобою. Справедливость моя в следующее время. Когда придешь посмотреть награду мою. Всякий скот с не с крапинами и не с пятнами. И завец не черная. Краденое это у меня. Лаван сказал ему, хорошо. Пусть будет по твоему слову. И отделил в тот день Козлов пестрых и с пятнами. И всех коз с крапинами и с пятнами всех. На которых было несколько белого. И из всех черных овец. И отдал на руки сыновьям своим. И назначил расстояние между собою. И между Яковом на три дня пути. Яков же пас. Остальной мелкий скот ливанов. И взял Яков свежих прутев. Тополевых, миндальных и яровых. И вырезал на них Яков белые полосы. Сняв кору до белизны. Которая на прутьях. И положил прутья с нарезкою. Перед скотом. В водопойных корытах. Куда скот приходил пить. И где? Приходя пить. Зачинал пред прутьями. Зачинал скот пред прутьями. И рождался скот пестрый. И с крапинами. И с пятнами. И отделял Яков ягнят. И оставил скот лицем к пестрому. И всему черному скоту лаванову. И держал свои стада особо. И не ставил их вместе со скотом лавана. Каждый раз, когда зачинал скот крепкий. Яков клал прутья в корытах. Пред глазами скота. Чтобы он зачинал перед прутьями. А когда зачинал скот слабый. Тогда он не клал. И доставался слабый скот лавану. А крепкий Якову. И сделался этот человек весьма, весьма богатым. И было у него множество мелкого скота. И крупного скота. И рабынь, и рабов. И верблюдов. И ослов. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»